МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Восемь вечера". Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДАВОЗ открыл свои двери. На Международный экономический форум в этом году от Украины отправилась очень солидная делегация, возглавил которую президент Петр Порошенко. О первых часах работы престижного и очень важного саммита и о том, чего от него ждет Украина, прямо сейчас поговорим с Дмитрием Манопченко. Мой коллега вышел с нами на связи в Швейцарии. Дима, очень рад тебя приветствовать. Скажи, с чего начался ДАВОЗ-2016? Леша, добрый вечер. ДАВОЗ-2016 начался со споров, причем споров в достаточно ожесточенных и спорах у беженцев. Наверняка и в сегодняшнем выпуске подробностей об этом тоже очень много будет. Просто обычно здесь достаточно спокойные экономические дискуссии. Мы сейчас не просто в ДАВОЗе, а просто в самом центре событий. Во дворце конгрессов, ну вот буквально здесь, десятки метров отсюда, и все эти дискуссии проходят. О чем спорят участники саммита? Не развалит ли беженцы Европейский Союз? И с кем прямо сейчас встречается Петр Порошенко? Все это я готов, буду рассказать. Рассказать детально, ведь видел все своими глазами. Я понимаю, у вас там событие сейчас как раз в самом разгаре, тебе нужно еще время. Мы обязательно выйдем с тобой на связь немного позже, и тогда уже пообщаемся более детально. Пока спасибо. Это был Дмитрий Анопченко из ДАВОЗа. Как вы поняли, разговор с ним мы еще продолжим. Дождитесь, пожалуйста. Шокированная Азия. Семеро погибших. Более 20 раненых в центре Кабула. В автомобиле подорвал себя террорист-смертник. Взрыв прогремел рядом с посольством России в Афганистане. Никто из сотрудников не пострадал. В Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, целью злоумышленника был микроавтобус, в котором ехали работники местного телеканала Тола. Пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее. Еще один кровавый теракт в соседнем Пакистане. Сейчас говорят о 30 погибших и более полусотни раненых. Мишенью боевиков стали университет Бача-Хан и общежитие. Боевики в упор расстреливали всех на своем пути. Все подробности трагедии и также о том, кто уже взял на себя ответственность, расскажет Светлана Чернецкая. Атака началась в полдесятого утра. Под завесой густого тумана террористы перебрались через забор университета. Зашли с заднего входа со стороны студенческого общежития. Разделились. Одни направились в аудитории, открыли огонь по преподавателям и студентам. Другие врывались в комнаты подростков с автоматами Калашникова. Многие студенты еще спали. Я видел нескольких террористов. Один находился на крыше, стрелял оттуда. Второй возле первого общежития. На моих глазах были ранены четыре охранника университета. Уже после первых выстрелов охрана кампуса вызвала подкрепление. На место прибыли полиция, спецназ и армия. Три часа продолжалась перестрелка. Были слышны взрывы бомб. Люди прятались в туалетах и лабораториях. Некоторым удалось бежать. На месте погибли как минимум 20 человек. Это студенты, полицейские, охранники и преподаватели. Силовики предполагают, что количество жертв может увеличиться до 40. Пока боевики вели прицельный огонь, в основном в голову и грудь. В критическом состоянии десятки человек. Началась паника. Мой друг настолько испугался, что выпрыгнул из окна, несмотря на то, что до земли было очень далеко. Мы видели, как боевики кричали «Аллах Акбар!». Практически с первых минут противостояние транслировали в прямом эфире. В итоге туман сыграл против нападавших. Из-за плохой видимости боевикам сложно было сориентироваться на огромные территории университета, в отличие от охранников, которые знали каждый уголок. В результате всех четверых нападавших уничтожили. Университет Бача-Хан – легкая мишень для нападения. Он расположен далеко от города Часада и вокруг него поля. Ответственность за атаку взяли на себя талибы из пакистанской исламской группировки. Светлана Чернецкая. Подробности. Телеканал Интер. Украина и Сирия – главные темы встречи американского госсекретаря и российского министра иностранных дел. Джон Керри и Сергей Лавров беседовали в Цюрихе. Местные выборы, амнистия, статус Донбасса, поправки в Конституцию Украины – все эти вопросы должны рассматриваться в комплексе. На этом настаивает Лавров. Также Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по сирийскому вопросу и ожидает начала переговоров между сирийскими правительственными оппозиционными силами уже в ближайшие дни. В Керри комментировать результаты встречи с Лавровым пока не стал. А в Минске заседала сегодня трехсторонняя контактная группа по регулированию ситуации на Донбассе. Об этом у себя в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы. Он представляет на переговорах Киев. О результатах заседания пока ничего не говорится. Оно закончилось буквально несколько минут назад. Но известно, что от России в нем участвовал Борис Грызлов, которого Путин недавно назначил новым переговорщиком по ситуации на Донбассе. Недавно Грызлов побывал в Киеве и встречался с Порошенко. Это вызвало волну возмущения. Общественность ссылалась на черный список российских политиков, которым въезд запрещен. И вот сегодня СБУ обнародовало документы, согласно которым Борис Грызлов в Украине персоной нон-грата не является. В зоне АТО боевики несколько снизили свою активность. Стреляли в районе Донецкого аэропорта. А вот на Светлодарской дуге сегодня была тишина. С чем ее связывают украинские военные? Об этом нам расскажет наш военный корреспондент Ярослав Кречко. Вот теперь в зоне АТО сменилось морозами. И теперь окопы украинских военных снова засыпают снегом. Сквозь снежную завесу боец Михаил пытается рассмотреть позиции противника. Что-то видно в таких снегах? Вот так. Трошка. Стреляю так. А так не сильно, короче. Кажут, держимся. Потому что погода от нас не радует. Морозы добавили хлопот не только бойцам на постах, но и ответственным за бронемашины, разрешенную минскими соглашениями технику. Приходится прогревать гораздо чаще. Как морозы через каждые приходы. Со сменой погоды несколько снизилась и активность боевиков. Почти каждые сутки в этом районе они стреляли из гранатометов, пулеметов и БМП. Сегодня же на Светлодарской дуге затишье. Перед этим три дня было ужас. Стрельба, провокации, группы ходят. Сегодня, да, со вчерашнего вечера тишина. Протягом добы в зоне нашей ответственности, незаконные бронеформования, ни разу не обстреляли наши позиции. Мы это повязываем с тем, что у них прошла ротация. Наши военные считают, очередная смена боевиков изучает местность. Но как только противник освоится на новых для себя позициях, жди очередных провокаций. Ярослав Кричко, Даниль Косаковский и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Очередное разоблачение врага в тылу. Под Киевом громкое задержание. На взятки попался член радикальной партии и борец с коррупцией в одном лице. На какие виллы наступил радикал, расскажет Ольга Теребинская. Борец с коррупцией погорел на взятки. Работники Киевской областной прокуратуры задержали главу Бориспольской ячейки радикальной партии Владимира Шиповала. В своей полиции он занимал должность секретаря комиссии по вопросам коррупции. Поймали, когда получал очередной платеж в 15 тысяч гривен. На инцидент сразу отреагировал лидер радикалов Олег Ляшко. На своей страничке в фейсбуке написал, цитирую, «Плохая овца стадо портит» и поблагодарил правоохранительные органы за чистку. Напомню, это уже не первый коррупционный скандал в партии. До сих пор за взятку под следствием находится нардеп радикал Игорь Масичук. Но вот бориспольские побратимы Шиповала слишком не согласны. В соцсетях пишут, это подстава. Чтобы разобраться, как все произошло, мы поехали в офис, где проходило задержание. Но там с нами говорить отказались. Вы что, процелы? Вы же собачила, на право? Не, я не процелы. А что, вот эти роботы тут еще на процелы? В прокуратуре обещают уже в ближайшее время обнародовать видеозапись задержания. А пока выбирают подозреваемому меру пресечения на ближайшие два месяца. По статье «Злоупотребление влиянием Шиповалу грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества». Ольга Теребинская, Егор Логинов, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. И еще одно задержание в Борисполе. На этот раз на взятке погорел главный инспектор управления по борьбе с контрабандой таможенного поста «Борисполь аэропорт». Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали его прямо на рабочем месте во время получения 500 долларов. Выяснилось, что инспектор регулярно брал взятки за беспрепятственный пропуск товаров. У него дома во время обыска изъяли почти 55 тысяч долларов, 7 тысяч фунтов стерлингов, 2,5 тысячи евро и более 700 граммов золота. По факту получения взятки в особо крупном размере открыто уголовное производство. И от коррупции к разбою появились новые подробности нападения на львовского волонтера. Долгое время он помогал местному правому сектору и, похоже, получил от них благодарность. Да такую, что едва жив остался. Все детали громкого дела выясняли мои коллеги. Село Ваневичи Самборского района – частный дом бизнесмена и волонтера Олега Гентыша. Кроме семьи Олега в доме живет их родственник – 57-летний Николай Синькив. В тот вечер Николай вышел во двор. Внезапно на него набросились трое мужчин в балаклавах. Один был с автоматом. Один скупил меня за горбу, другой вдали. Я загнулся, дивился на крик, мы их еще третий прилазили через паркарник. Через иголики. Он меня сюда затягнул, вязал на голову пакет, скотчем помотывал руки назад. Нападавшие затащили Николая в сауну. Это отдельное строение рядом с домом. Там мужчину привязали скотчем к скамейке и всю ночь били. Допрашивали, как попасть в дом, где деньги, есть ли сейф и как его открыть. Утром родственники Николая заметили его исчезновение, начали искать. Следы на снегу привели Олега Генташа к сауне, где хозяйничали вооруженные незнакомцы. Грабители пытались убежать. По дороге выбросили автомат в канаву. Но в соседнем селе их задержали полицейские. Двух затримали на этом месте. Другого, который мы приехали, когда увидели, когда он текал, то затримали за котельной, которая находится на высоте 200 метров. В райотделе налетчики попытались качать права. Заявили, что они атошники, бывшие бойцы добровольческого корпуса правого сектора. В райотделе милиции они сказали, признали, что они воювали на бойце правого сектора. Один из них был использован монах. В правом секторе подтвердили, эти люди действительно состояли в организации. Но и там зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Да, они действительно состояли в правом секторе, но они поступили достаточно некрасиво, когда были события в Мукачево. Собственно, они демонстративно через день вышли из правого сектора. Следователи выясняют, кто был инициатором нападения и откуда у демобилизованных бойцов боевой автомат. За вооруженный разбой и пытки налетчикам грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Егор Логинов, Кристина Гошенко. Подробности телеканал Интер. Львов. А в самом правом секторе сегодня разбирались с батальонной путаницей. Утром появилась информация, что несколько подразделений «Запад», «Запад-2», «3» и «4» вышли из организации. В самом движении объяснили, отделившиеся батальоны никогда не состояли ни в национально-освободительном движении, ни в добровольческом корпусе. Их создали бывшие члены правого сектора, но автономно от организации. Они начали создавать какие-то параллельные структуры. Задача их не ясна, они нам не докладывали, не рассказывали, чем эти батальоны будут заниматься, какие их задачи, для чего они создаются. Они существовали параллельно, автономно, и к правому сектору никакого отношения не имели. Ни одного дня в добровольческом корпусе они не состояли. Ни во всем движении они не состояли. В силовых структурах МВД и военной прокуратуре внутренние процессы в правом секторе не комментируют, поскольку перечисленные добровольческие батальоны им не подчиняются. Но добавляют, что в случае каких-либо правонарушений со стороны членов этих подразделений расследования будут проводиться согласно Уголовному кодексу, как и в отношении других гражданских лиц. Суд над бойцами спецподразделения «Торнадо», которых, напомню, обвиняют в пытках и изнасилованиях, снова перенесли. Сегодня успели зачитать только половину обвинительного акта. Почему дело рассматривают за закрытыми дверями? И в чем тайна следствия? Узнавала Ольга Рыцарь. Дело торнадовцев сегодня рассматривают как никогда тихо. Под зданием оболонского райсуда нет уже группы поддержки, только охрана. Обвиняемые перед началом закрытого судебного заседания признаются. Начатую вчера голодовку прекратили. Мы все согласовываем с адвокатами. И если в чем-то есть смысл, то мы делаем. И если нет смысла, мы этого не делаем. Командира «Торнадо» из семерых бойцов рота обвиняют в незаконном лишении свободы, удержании, похищении, изнасиловании и пытках людей в зоне АТО. По словам прокуроров, именно против этих бойцов потерпевшие дали показания. Но есть видеодоказательств. Пока что в открытом доступе только кадры средственного эксперимента. Все остальные фото и видео, на которых зафиксированы зверства, тайна следствия, уверяет сторона обвинения. На данный момент, я считаю, что заседание закрытое, озвученные вами видимостью может поручить честь и гидность певных людей. Понимаете, почему заседание закрытое? Все потерпели, они имеют конкретное название, имя по-батькове. Обнародованы также якобы разговоры торнадовцев по телефону, где они признаются в пытках. Но адвокат обвиняемых уверен, аудиозаписи поддельные и собирается отправить их на экспертизу. Все обвинения строятся исключительно по показаниям потерпевших. При этом потерпевшие имеют основания для того, чтобы оговаривать всех ребят, которые находятся под стражей. Сами бойцы торнадо все обвинения отрицают и считают, что их преследуют из-за борьбы с контрабандой в зоне АТО. Мы штурмовое подразделение, если вы нашу историю посмотрите, мы нигде не занимались охраной правопорядка. Был конфликт на базе того, что была контрабанда. Судебные заседания принесли на вторник. Сторона обвинения продолжит зачитывать обвинительный акт. И только после этого дело начнут рассматривать по существу. Тогда и должны допросить потерпевших и предоставить доказательства преступлений. Ольга Рыцарь, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Украина сегодня расширила список санкционной продукции. Под запретом оказалось более 70 разных товаров. Об этом сообщил премьер, открывая заседание правительства. Чего коснуться ограничения пока не ясно. Ранее Киев запретил ввоз российских мяса, рыбы, кофе, детского питания, ряда молочных продуктов и сигарет. Это контрзаходы на экономическую агрессию Российской Федерации. И мы дальше будем защищать свой внутренний рынок. И сегодня же Яценюк решил возглавить антикоррупционную волну. Вспомнил о том, что уже два года не расследованы дела Януковича. И поручил срочно разобраться с этим генпрокурору, главам МВД и нацполиции. Даже встречу им назначил на завтра. Запланировал Яценюк и другую встречу. Созывает Совет экономической и финансовой стабильности, чтобы начать спасать гривню. Правда, пока вопрос подождет. Совет соберется аж после возвращения украинской делегации из Давоса. Не ждет только доллар. Сегодня на черном рынке его продавали уже по 27,5 и даже по 28 гривен. Кроить не перекроить. В канун Нового года парламент проголосовал за смету страны. Но главный финансовый документ все же требует правок. Пакет изменений уже подготовили в оппозиционном блоке. Главное, что предлагают в политсиле, это увеличить расходы на 84 миллиарда гривен по тем статьям, которые дадут развитие экономики. Оппозиционеры предлагают 10 миллиардов гривен направить на развитие регионов. 5,8 миллиардов на соцпомощь незащищенным слоям населения. 11,1 миллиарда гривен на образование и медицину. 5 миллиардов на увеличение субсидий ЖКХ. Кроме того, 62 миллиарда в оппозиционном блоке предлагают выделить на индексацию. По расчетам нардепа в 2016-м минимальная заработная плата должна быть на уровне 2000 гривен, а пенсия не меньше 1500. Увеличение доходов населения даст толчок к развитию внутреннего рынка, уверены народные депутаты. Также в ОПО-блоке считают необходимым развивать региональные инвестиционные проекты и увеличить поддержку втрое до полутора миллиардов гривен. Отдельно статья сокращения расходов. На госаппарат предлагают выделять на 14 миллиардов меньше. Мы ввели консультации с различными фракциями в парламенте и в принципе все поддерживают необходимость изменений. Мы же сделали сбалансированный, честный проект, который даст существенные средства на развитие и который даст существенные средства людям. Предлагаем пересмотреть показатели инфляции и обменного курса, который сейчас уже не составляет 24 гривны, как это заложено в проекте бюджете на год. А инфляция будет значительно 12%. Кроме того, мы предлагаем на 14 миллиардов гривен уменьшить непроизводительные расходы, а именно расходы на госаппарат, в том числе на содержание парламента, правительства, администрации и президента. А вот чтобы оценить недочеты главной сметы страны, обычным людям достаточно пойти на рынок. Ценники там сами все расскажут. За последние две недели только в очередной раз подорожали продукты. Морковь, лук, капуста выросли в цене на 11%. И это не предел. Кто диктует цены украинцам, узнавала Елена Митясова. На оптовом столичном рынке, где цены одни из самых низких, в Киеве ряды практически пустые. Продавцов здесь больше, чем покупателей. У Алены касса пустая. Такой продажи девушка давно не помнит, жалуется. У людей попросту нет денег. Да и продукты еще дорожают, что не день. Только за последние две недели овощи для борщевого набора выросли в цене как минимум на гривню. Около 11 морковка, картошка 6 гривен, буряк 8. Дорожает тем, что все бензин, это же полностью все. Не надо хранить, портится все. И такие цены еще не предел, говорят продавцы. С нынешним ростом доллара они будут только расти, как грибы после дождя. Картошка у меня большими сетками, вот гринада сорт называется, по 5,50. Маленькими сетками по 7 гривен. Бурячок по 9, цебулька по 10, по 15. Сельдерей по 35. Такая капусточка 25, тая по 12. За облачные цены и на зелень, за 100-граммовый пучок петрушки или укропа придется вместо 8 гривен уже заплатить 10. Летом мы продавали 30 укроп и петрушка, а сейчас продаем 100. Стоимость остальных ингредиентов для борща пока не изменилась. Свинина, к примеру, как и раньше, от 60 до 90 гривен за килограмм. Говядина от 80 до 110. Правда, не на камеру продавцы признаются. Ценники на мясо вскоре поменяются. Цена за килограмм вырастет как минимум на 5-10 гривен. А вот рекордсмены осеннего подорожания яйца пока стабильны. За десяток просят от 22 до 32 гривен. Цены ужасные. Цены кусаются, цены растут постоянно. Как доллар, так и цены. Купил там набор на овощей, на борщ, будем говорить. 170 гривен. Конечно, для пенсионеров, для многодетных. Лук 12 рублей, капуста 12 в маркете. Я считаю, что дорого. Девальвация гривни – основная причина подорожания продуктов, говорят эксперты. Если доллар продолжит расти, стабильных цен не ждать. До весны они взлетят еще на 20%. А вот что не подорожает до весны, так это подсолнечное масло и сахар, говорят эксперты. Предпосылок для роста цен на эти продукты пока нет. Елена Митясова, Алексей Шматов, подробности в телеканал Интер. Еще одна причина роста цен – выход на европейские рынки. Украинские аграрии просят ЕС увеличить экспортные квоты в рамках зоны свободной торговли. Многие утверждают, при нынешних условиях наши производители в Европе окажутся просто неконкурентно способны. А на украинском рынке продукты могут подорожать. Чего ждать? В сюжете Оксаны Григорьевой. Долгожданная зона свободной торговли с Евросоюзом может стать далеко не свободной для украинских сельхозпроизводителей. Уже после Нового года, разобравшись в тексте заветного документа, многие стали бить тревогу, дескать, квоты на продажу нашей продукции в ЕС через чурмалы. При этом для европейцев мы свой рынок открываем практически полностью. Будут трудности у определенной категории сельхозпроизводителей с тем, чтобы удержать свои позиции на украинском рынке. Птица, это попадет обязательно в проблемы. Будет бой очень сильный на молочном рынке. На днях свою позицию относительно объемов квот озвучил ярый сторонник зоны свободной торговли Юрий Костюк, крупнейший производитель птицы в Украине. Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически маленькие ограничения, то есть квоты. Украина производит 1 миллион 200 тысяч тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту 16 тысяч тонн. При этом нашим производителям придется конкурировать с европейцами не только на полках европейских магазинов, но и у нас. С Нового года наш рынок открыт для европейской продукции. Наши выработники могут зазнать сбытки, потому что ни для кого не секрет, что качество выработки и организации, и соответственно продукции в Европейском Союзе пока что в этих направлениях, на жаль, выше, чем наша внутренняя. В первую очередь европейцы могут составить конкуренцию нашим производителям мяса и молочки. А фрукты и овощи многие торговые сети уже и так частично импортируют из-за рубежа. Большинство наших производителей пока что проигрывает европейцам не только в качестве, но и финансовыми возможностями. Уверен Александр Рябченко. У них разные условия хозяйствования. И если у европейского производителя есть возможность получения кредита, нормального стабильного кредита в конвертированной валюте в евро, там под 3-5% годовых, то у нас такой возможности нет. Несмотря на то, что в ближайшее время сельхозпродукция может незначительно подешеветь из-за отмены пошлины, в долгосрочной перспективе нашим аграриям, чтобы конкурировать с европейцами, придется модернизировать производство, а значит и повышать цены. Тем временем в ЕС уже заявили, в ближайшее время квоты пересматривать не будут. Там, в отличие от Украины, защищают свой рынок. И без помощи правительства многие украинские производители могут просто не выдержать такую борьбу. А помогать им там пока что не спешат. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Ответить, почему так стремительно обесценивается гривня и что делает Нацбанк для стабилизации курса требует от ведомства Батькивщина. Вбьют настаивают, глава НБУ Валерия Гонтарева должна отчитаться перед людьми и разъяснить, чего им ожидать в дальнейшем. На этой неделе курс гривни к доллару стал самым низким за последние 9 месяцев. Доходы украинцев уменьшаются, соцвыплаты урезают, индексацию не проводят. Если пойдет так и дальше, Батькивщина будет требовать у президента отставки главы Нацбанка. Штурмом парламента обернулось назначение нового премьера в Молдове. Депутаты утвердили новый состав правительства во главе с Павлом Филиппом, но вот молдаванам такое назначение не понравилось. Филиппа они называют ставленником олигархов. Тысячи людей вышли на массовые протесты. Несмотря на усиленные кордоны полиции, протестующим удалось прорваться в парламент. А между Кишиневом и Киевом возникло таможенное недоразумение. Десятки молдавских фур выстроились на российско-украинской границе. Их якобы не пускают на территорию Украины. Молдаване жалуются, что вместе с запретом ввоза российских товаров Украина запретила и транзит. Так ли это, выясняли наши корреспонденты. Эти кадры сняты на пункте пропуска Тройбортный Абачевск. В Сумской области около сотни фур везли российские товары в Молдову. Но на границе их якобы остановили. Мол, транзит из России по территории Украины запрещен. Уже несколько дней водители живут в своих автомобилях и не могут двигаться дальше. Мало того, что мы несем дополнительные расходы, так еще и остались без товара, который могли бы уже продать. Молдавские власти уверены, таким запретом Украина нарушает международные правила перевозки грузов. Мол, подобные меры не могут распространяться на транзит. Эти автотранспортные средства находятся уже в течение нескольких дней в таможенном пространстве. И, насколько я знаю, даже наше правительство ведет переговоры с правительством Украины, чтобы разрешить этот вопрос. По словам владельцев транспортных компаний, запрет стал для них полной неожиданностью. Если бы нас проинформировали на сайте Национального агентства транспорта или на сайте министерства, что с 10 января транзит запрещен, мы бы даже и не загружали этот товар. В то же время в соседней Харьковской области, на Гоптовке, это один из самых крупных пунктов пропуска на границе с Россией, никакого ажиотажа. Здесь уверяют, за последние сутки не остановили ни одной фуры. Нет очередей со стороны России. Во всяком случае, об этом рассказывают те, кто только что пересек кордон. Из фур ничего нет. Сегодня никаких очередей. Ни автобусов, ни фур, ни легковых. Ну, то есть, машин по 10. А фур меньше даже. В свою очередь, Россия запустила транзит украинских товаров по своей территории, заявляют в украинском правительстве. Выход нашли. Машины пустили через Беларусь. Все товары, которые идут в режиме транзита через Казахстан и через территорию Казахстана в третьей стране, такие как Туркменистан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан, не проходят территорию Российской Федерации. Список пунктов пропуска, через которые можно завозить транзитные товары в Россию, правительство утвердило. Их 28 на границе с Россией и Беларусью. Еще в начале января Украина отправила заявление во Всемирную торговую организацию с просьбой отреагировать на действия России о запрете транзита. Киев надеется, что этот вопрос рассмотрят во второй половине февраля. Ирина Исоченко, Лидия Калинина и Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробности и вот о чем узнаете во второй части выпуска. Гиенна огненная. В центре Киева бушевал смертельный пожар. Сложности мигрантского подсчета. Откуда Польша взяла миллионы украинских беженцев? Квартирный вопрос. Кто лишает крыши над головой военных в Николаевской области? В самом центре Киева на улице Михайловской сегодня ночью горел жилой дом. Погибла женщина, 89 лет. Спасатели отмечают, пожар возник около трех ночи в офисном помещении на первом этаже. Спустя час прогремел взрыв, после чего обвалились перекрытия между первым и вторым этажами. Осколки обрушились на сотрудника полиции, который стоял рядом. Его сразу же доставили в госпиталь с травмами средней тяжести. В больницу также отправили двоих детей с признаками отравления дымом. В этом же доме проживает посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он прокомментировал произошедшее. Лицом к лицу с врагом. В поселке Гранитное на Мариупольском направлении практически ни дня без обстрелов. От противника наша позиция отделяет только узкая полоска земли и речка. В горячей точке побывал наш военкор Александр Пантелеймонов. Поселок Гранитное. Обстрелы здесь происходят постоянно. Все дело в том, что до позиции боевиков отсюда практически рукой подать. Вот за этой речкой она отсюда всего лишь буквально в 20 метрах уже расположены позиции боевиков. Поэтому столкновения здесь происходят очень часто. Подходят оттуда посадки. Вот я лично бачу их 4 человека. Вот там просвет. Вот 4 человека было там. Доложили по рации. Бачим. Мы можем сейчас открыть огонь. Нельзя стрелять. Подходим к речке очень осторожно. С той стороны за нами может наблюдать противник. Ну вдруг будет обстрел, вы сразу падаете. Потому что где-то... Воно может внезапно быть. Внезапно и при том, как снег на голову, кажут. Вот это и есть река Кальмюс. Сейчас она играет роль такой себе естественной линии размежевания. И за ней уже оккупированная территория. Сейчас мы, можно сказать, вплотную подошли к подразделям, к их. Потому что сейчас нас просто перекрывают еще два подразделя соседние. То есть они не дают возможности им сейчас подойти, чтобы просто пострелять. А в ночи? А в ночи по годинам все делают постоянно. Вечером, в ночь и до раннего. Постально тут прямо подходят до этой посадки за камни. АГС, СПГ, ДШК работают по подразделям нашим. Погода сегодня ясная. Разведка сообщает, пока здесь относительно безопасно. Хотя из укрытия все равно лучше не выходить. Наблюдения за нами идут. Если замечал, то снайпер по нам прицельно стрелял. Бинокль лед близко к Тави. Постоянно пригибаясь и прячась выживают и местные жители. Их дома прямо у реки. Все время обстреливают боевики. Очень страшно, да. Когда начинают бомбить, падает. И тут соседей все побило. Соседские дома все. И у соседки тут крышу, тут дом. У нас весь хоззвор весь побитый. Все сарай разбомблены. Ну, село тоже все бомбят. Часто. День через день. К вражеским обстрелам разной интенсивности и длительности тут уже привыкли. Перемирие здесь очень условное. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблиный, Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер. В Польше нет беженцев из Украины. Андрей Дещица опроверг слова польского премьера о миллионе украинских мигрантов, которые прозвучали накануне в Европарламенте из уст Беаты Шидла. Как заявил посол Украины в республике, в Польше есть около миллиона трудовых мигрантов, которые находятся там легально, не просят социальной помощи и платят налоги. В том числе, благодаря им, польская экономика продолжает находиться на высоком уровне развития. Это была цитата. Об этом сказал Дещица. Австрийская квота на беженцев. Канцлер страны объявила введение миграционного лимита. В этом году смогут принять не более 37,5 тысяч просителей убежища. Тем временем, в Германии беженцы начали подавать в суд на миграционные службы. На что же жалуются, знает Татьяна Лагунова. Беженцы идут в суд. Более 200 человек подали иски против федерального ведомства по вопросам миграции беженцев за то, что эта служба слишком долго рассматривает их прошение о предоставлении убежища. Жалобы направлены в суды земли Северной Рейн-Вестфалии. Исцы преимущественно беженцы из Сирии и Эритреи. Все они подали документы в миграционные службы Германии больше года назад, но до сих пор не получили ответа. Соответственно, не могут ни искать работу, ни учиться. Проблемы с рассмотрением документов действительно есть. Из-за наплыва мигрантов в федеральном ведомстве по вопросам миграции беженцев скопились горы нерассмотренных дел. По данным, на начало года их было 360 тысяч. Тем временем, немецкие экономисты подсчитали, сколько денег стране придется выделить на содержание беженцев. У экспертов Института мировой экономики получилась астрономическая сумма. В лучшем случае 25 миллиардов евро в год, в худшем 55. Только на строительство социального жилья соответствующее министерство уже просит вдвое больше денег из бюджета. Я прошу увеличить сумму вдвое до 2 миллиардов в год. Впрочем, пока это просьба. Согласия от Министерства финансов еще нет. По последним данным, в течение прошлого года в Германию прибыли более миллиона беженцев. Это рекордный для страны показатель. И здесь тоже все чаще звучат призывы ограничить прием мигрантов и ввести лимит, как это сделали в соседней Австрии. Но официальный Берлин стоит на своем. Право на убежище нельзя ограничить цифрами. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Радикалы с соседней квартиры. Британцы с удивлением узнают, что последователи джихада живут с ними по соседству и становятся все более подозрительными не только к мигрантам, но и к собственным согражданам. Подробнее наш Сапкор в Лондоне. Оксана Кундеренко. Сенсационное расследование журналиста, который внедрился в группу сторонников ИГИЛ в Лондоне. Почти два года работы под прикрытием и Британия увидела документальный фильм о джихадистах, которые буквально живут по соседству. Вот этот человек, Сиддхарт Хадхар, отец четверых детей, новый палач группировки. Этот черный флаг будет висеть над британским парламентом. Еще недавно он организовывал собрание и вербовал в Лондоне сторонников радикального ислама. Попал под подозрение полиции, но был отпущен под залог. Тогда и успел сбежать в Сирию, а потом появился в шокирующем видео, где расстреливали заложников. Британские спецслужбы с тех пор стали более бдительными. Фиксируют любые проявления радикализма. И вот свежая история. 11-летний школьник афганского происхождения написал в сочинении, что провел лето в доме с террористами. Ошибся, имел в виду террасу. К ребенку заявилась полиция, допросила родственников и изучила их компьютеры. Он же не взрослый мужчина, это маленький ребенок. Он очень испугался, перестал есть и спать. Просто забрался под одеяло и сидел там, замкнулся в себе. В обществе тем временем заговорили о новом виде апартеида. Иммигрантов, которые ищут политического убежища, расселили в домах с красными дверями. Компания, что помогает беженцам, именно так решила обозначить свою недвижимость в городе Милтсбро. Но недружелюбные местные жители стали нападать на приезжих, писать угрозы на их домах красной краской. Были истории, когда двери забрасывали собачьими экскрементами, камнями, яйцами. Писали на них лозунги ультраправых движений. Хулиганство такого масштаба привлекло внимание правительства. После вмешательства Кабинета министров двери пообещали перекрасить. Но не так-то легко изменить отношения к иракцам, сирийцам или, скажем, афганцам. Не все в продвинутой Европе толерантно относятся к происхождению или цвету кожи. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Пограничные проверки могут стоить бизнесу Европейского Союза 3 миллиарда евро в год. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ежедневно внутренние границы в ЕС пересекают более полутора миллионов работников. Каждый час ожидания на границах имеют свою цену, сказал Юнкер. Напомню, накануне глава Евросовета Дональд Туск предупредил, что у Европы осталось не более двух месяцев, чтобы взять миграционный кризис под свой контроль. Иначе Шенгенскому соглашению придет конец. Сара Пейлин вернулась. Бывший губернатор штата Аляска, которая в 2008 году баллотировалась на пост вице-президента США, поддержала кандидатуру скандального бизнесмена Дональда Трампа. Он, напомню, сейчас лидирует в республиканской гонке за право стать кандидатом в президенты. Что принесет Трампу поддержку Пейлин, об этом расскажет наш собственный корреспондент США Тихон Дзятко. Новая компания, но старые лица. Лидер республиканской гонки Дональд Трамп весь день анонсировал, что в его поддержку выскажется кто-то значительный, но не говорил, кто именно. Интрига сохранялась до вечера, до очередного масштабного собрания сторонников бизнесмена в штате Айова. Это человек, которого я знаю и уважаю очень давно у нее. Прекрасный муж, прекрасная семья. Вы не представляете, как я горд тем, что она решила меня поддержать. Это совершенно удивительный человек. Появление Сары Пейлин собравшиеся встретили восторженными криками. Она популярна среди консервативных американцев, хотя в последние годы о ней стали забывать. Он лучше, чем кто-либо другой может руководить. Вы готовы к новому главнокомандующему, который позволит нашим солдатам уничтожить ИГИЛ? Готовы к тому, кто будет охранять наши границы, дома и рабочие места? Я сегодня стою здесь, чтобы поддержать следующего президента США Дональда Трампа. Пик политической карьеры Пейлин пришелся на 2008-й. Тогда она баллотировалась в вице-президенты США вместе с Джоном Маккейном. Маккейн выборы проиграл, губернаторский срок Пейлин вскоре закончился, но ее высказывания в ходе кампании вспоминали долго. Столько в них было фактических ошибок и странностей. Так, например, она утверждала, что видит из окна своего дома на Аляске Россию, а Африку называла страной. Впрочем, по оценкам экспертов, поддержка Пейлин не только добавит компании Трампа больше гротеска, но и принесет поддержку некоторых влиятельных людей из крайне консервативных кругов республиканской партии. Между тем, новое развитие получил скандал с перепиской лидера демократической гонки. Хилари Клинтон. Журналисты выяснили, что в бытность госсекретарем она использовала личную, незащищенную почту не просто для рабочей переписки. Там были письма с грифом «секретно» и «совершенно секретно». Это может нанести очередной удар по позициям Клинтон. Согласно новым опросам, Хилари хоть и лидирует в целом по стране, но в первых двух штатах, где пройдут праймерис Айови и Нью-Хемпшири, уступает своему оппоненту Берни Сандерсу. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала «Интер». Вернемся в Давос. Там, напомню, сегодня стартовал Всемирный экономический форум. Сильные мира всего. Бизнесмены, политики, главы крупнейших мировых компаний и 40 глав государств и правительств. Что не дает им покоя? О чем они спорят в Швейцарии? Прямо сейчас узнаем от Дмитрия Нопченко. Мой коллега с нами на прямой связи из Давоса. Дмитрий, приветствую. Так что же сегодня стало темой номер один для всех дискуссий? Коллега, добрый вечер. Темой номер один, конечно же, стали беженцы. Вот вы наверняка видели, только что за моей спиной, буквально уходили последние участники заседаний сегодняшних давоских встреч. Главы государства, правительств, больше 40 человек, вы действительно правильно упомянули, в этот момент находятся на торжественном вечере, на торжественном ужине, который дает организатор форума Клаус Шваб. И в этом зале, за этим торжественным официальным ужином и дома, в кулуарах, все, кто был сегодня на Давосских встречах, конечно же, будут обсуждать проблему беженцев. То, о чем говорили весь сегодняшний день. Потому что здесь с этой проблемой привыкли быть политкорректными, однако в кулуарах очень часто говорили о том, что, во-первых, те беженцы, которые сегодня выдают себя за жертв, просят политическое убежище, которые, пребывая в страны Евросоюза, начинают вести себя все чаще, начинают вести себя так же, как недавно вы видели в Кельне. Многие, отбрасывая политкорректность, говорили о том, что те миллионы, которые хотят сейчас в Европейский Союз, стремятся все-таки больше к финансовой помощи, но они не готовы будут интегрироваться в ЕС. Впрочем, были сегодня и другие выступления, более оптимистические, но вот я предлагаю сейчас услышать слова, которые сказал здесь, в Давосе, немецкий президент. Это наша ответственность, помочь жертвам преследований. В Германии право на убежище гарантировано Конституцией, основным законом. И мы не должны использовать термин «полезность» в отношении тех, кто ищет убежище. Люди, которым требуется защита, имеют право на то, чтобы мы тратили деньги на их нужды. И в Германии... Все дни Давосского форума, так или иначе, к проблеме беженцев, к проблеме, которая может и существование Шенгенского соглашения поставить под угрозу, и существование самого Евросоюза поставить под угрозу, так или иначе, все равно будут возвращаться. Студия. Дим, ну вот с общей повесткой все понятно. А что касается украинской повестки в Давосе? Какие встречи, например, были уже у Петра Порошенко? Какие запланированы? Ну, на самом деле, украинская повестка очень напряженная. Все помнят, как в прошлом году Петр Порошенко впервые приехал в Давос в качестве президента и держал вот эту вот пробитую обшивку от автобуса, расстрелянного в Волновахе. Разумеется, все сегодня присматривались к украинскому президенту, как его здесь встретят сейчас, не ослаб ли интерес к Украине. Хочу сказать, что у Петра Порошенко свыше 10 двусторонних встреч, и вот одна из них, вы видите, наверное, происходит прямо сейчас, буквально несколько минут назад она закончилась. Это встреча с турецким премьер-министром. Ну, вы знаете, достаточно характерно и достаточно знаково, что первая встреча здесь в Давосе и с представителем Турции, учитывая обострившиеся, мягко говоря, отношения Анкары и Москвы. Но вот украинский президент встретился с турецким премьер-министром, поскольку не только страна сосед, не только страна, с которой огромный товарооборот, но и вот такая знаковая для Украины и для мира страна. И будет сегодня еще одна знаковая встреча. Мы вот закончим с вами разговор и просто на нее поедем, потому что даже немножко припаздываем. Встреча с Джо Байденом, американским вице-президентом. Подробный, длинный, детальный разговор будет у Петра Порошенко. Темы не анонсировались, но вот из неофициальных источников понятно, что будут говорить и о Донбассе, и о Минском соглашении, и о борьбе с коррупцией, ну и о финансах. Дело в том, что уже завтра Петр Порошенко здесь в Давосе встретится с Кристин Лагард, главой Международного валютного фонда. И с Байденом сейчас будет возможность как-то сверить позиции, сверить часы, ну а потом уже завтра в обед длительные переговоры с Кристин Лагард, по итогам которых Петр Порошенко выйдет к прессе. Ну а говоря о встрече с Байденом, возвращаясь к ней, она будет буквально через час. И еще раз хочу сказать о знаковстве. Ну вот смотрите, первый день Давоса, день очень напряженный, день, когда график американского вице-президента расписан буквально по минутам, но он посчитал необходимым все-таки встретиться с украинским президентом, поговорить об Украине, чтобы еще раз продемонстрировать и всем, кто собрался в Давосе, и всем, кто в него не приехал, что эта страна для мира важна. Алексей. Спасибо, Дмитрий. Как всегда, все ясно, четко по пунктам. Это был Дмитрий Анопченко с самыми последними новостями из Давоса, где сегодня начал свою работу Международный экономический форум. Жили бедно, хватит. В нищей Зимбабве решили по-царски отметить день рождения президента. С каким размахом, узнаете из международного обзора. В Норвегии мигрантов отправляют на антинасильственные курсы. В специальных центрах проводят занятия, на которых беженцам объясняют, разницу в культурных особенностях и менталитете стран мира. Например, им разъясняют, что оголенные плечи девушки не являются приглашением на интим, а поцелуй вовсе не повод силой тащить ее в постель. В жизни, как на съемочной площадке, голливудский актер Джейми Фокс спас человека из горящего автомобиля. Машина перевернулась рядом с домом артиста. Опасаясь, что авто взорвется, Фокс вытащил сидящего внутри человека. От звания героя оскароносный актер открещивается. Фокс сыграл в фильмах «Рэй», «Джанго освобожденный» и «Новый человек-паук. Высокое напряжение». Австралийка чудом избежала смерти в магазине, когда его протаранила машина. Авто влетело в помещение и остановилось всего в нескольких метрах от покупательницы. Женщина не пострадала. Троих пассажиров забрали в больницу, а водитель исчез с места происшествия. Приверженцы экзорцизма снесли особняк легендарного наркобарона Пабло Эскобара. Экскаватор сравнял с землей розовый двухэтажный дом в Майами. Новые владельцы купили поместье за 10 миллионов долларов. Узнав о предыдущем собственнике, пригласили священника, чтобы тот изгнал зло из помещения. Теперь на месте Дома Дьявола они собираются построить новый особняк. В Зимбабве готовятся шикарно отпраздновать день рождения президента. В следующем месяце робот Мугаба 92. Веселье устроят на 800 тысяч долларов. В провинции должны собрать половину суммы, другую – молодежная лига правящей партии. При этом 90% населения нищие, а госдолг вырос до 10 миллиардов. В прошлом году день рождения президента обошелся почти в миллион. Ученые создали алгоритм, способный скомпилировать речь-политику. Для этого использовали базу данных из 4000 спичей американских конгрессменов. Результаты превзошли все ожидания. Получились связанные и полные смысла речи. Правда, исследователи сомневаются, что политики захотят использовать такой алгоритм. В Чили открыли самую большую в Латинской Америке ферму по выращиванию марихуаны. Плантация находится на юге от Сантьяго. Там уже растут почти 7 тысяч кустов каннабиса. Весной соберут первый урожай – более полутора тысяч тонн травы. Потом ее отправят в лаборатории для получения медпрепаратов. В Николаеве кабинет министров пытается отсудить у города 59 гектаров земли. Территорию хотят забрать в свое распоряжение, хотя там находится целый жилой микрорайон и 2000 жителей. Люди опасаются, что могут попросту остаться без крыши над головой. Все подробности расскажет Кирилл Ющишин. Николаев – микрорайон Лимоневский. В советские времена он назывался так – военный городок номер 62. В конце 90-х военнослужащим разрешили здесь приватизировать и продавать свои квартиры. А в 2006 году Министерство обороны передало на баланс Николаевского горсовета городок целиком со всеми объектами и инфраструктурой. Военному ведомству он оказался не нужен. Да, и содержать территорию дорого. Уговаривая мэрию забрать микрорайон в коммунальную собственность, Кабмин даже выделил деньги на капремонт жилфонда. Кабинет министра в 2006 году для передачи объектов жилого фонда и объектов сускультбыта военного городка номер 62 выделил субвенцию в размере 2 миллиона 994 тысячи. И эти деньги были освоены. Капитальный ремонт был сделан. Площадь бывшего военного городка более 50 гектаров. В многоэтажках и частном секторе проживает почти 2000 человек. И вот неожиданно спустя 10 лет Кабинет министров решил вернуть территорию микрорайона в госсобственность. По распоряжению Кабмина военная прокуратура обратилась в суд. Правительство настаивает. Процедура передачи прошла с нарушениями. Во время судебного заседания журналисты пытаются добиться у истцов разъяснений, зачем Кабинету министров понадобилась территория городка и что ждет жителей микрорайона. Эта земля находилась в государственной собственности. К сожалению, сейчас я не могу предоставить документы, которые будут это подтверждать. На этом пока все. Давайте просто без комментариев. Я не хочу больше. Я представитель Кабинета министров. Судья потребовал предоставить документы, которые доказывают, что именно Кабмину принадлежит право собственности на земле микрорайона. Но представитель Кабинета министров таких документов не нашел. Есть возможность у Кабинета министров дать эти документы. Вы считаете себя властником. Вы интересованы в результате города за спору больше, чем прокурор. Чему не начиняются жодни дии за властную инициативу по сбиранию документов по данной справе? А был вам цей позов, не имеет значения для вас результат? Цекало, но сейчас я вам не смогу сказать, чему они потребуются. Жители микрорайона в шоке. Говорят, у них на руках госакты на землю и свидетельства о приватизации квартир. Но вдруг их объявят недействительными. Маленький домик, вот и пожалуйста. Что копил, собирал и теперь меня всего это лишает. Городские власти в лице мэра приняли сторону ИСЦА. Вот такое письмо мэр направил в суд, мол, согласен с сиском и готов отдать земли в госсобственность. Но жители микрорайона решили не сидеть сложа руки. 160 человек написали заявление о намерении участвовать в судебном процессе и защищать свои права в качестве третьей стороны. Агитируют присоединиться и остальных жителей требуют, чтобы чиновники прежде всего встретились с людьми и объяснили свои мотивы и планы. Мы будем следить за развитием ситуации. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности телекинал Интер, Николаев. Вот такие у нас сегодня подробности. Спасибо, что смотрели. Увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова